привет 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 друзья ну что знаете это будет немного странный ролик как говорится из неизданного в общем в свое время мы же были в ростове это было сразу после того как мы снимали тренировку с виталиком потеевым и мы потеряли карту памяти не так давно она нашлась в отеле и каким-то образом нашли и нам выслали поэтому немного солнца немного ростова немного нашего настроения когда мы были там я думаю что неспроста карта потерялась чтобы сейчас разбавить вот эти вот эти вот кучи грязи кучи грязи снега сосульки которые убивают людей спасибо беглову огромный привет это губер питера так вот ребята перемещается солнце перемещаемся в ростов отличного настроения погнали на грамме спросил ребят куда поехать в ростове поесть его лучшего заведения очень интересная диета культуритов куда они видят халявный хавчик ооо ребята я похоже на черепашку ниндзя у меня на животе вены пресс наружу это саня из деревни прикинь говорит чтобы на лифте ехать чтобы на лифте ехать карточку приложить надо у меня будет не обычный номер у меня будет люкс приехали самая большая сеть ростова сеть спата сейчас мы увидим один из крупнейших магазинов все равно у нас красивая политика согласен мне очень а дамчик хочет начали да как там надо привет борщ вкусный ребята шикарный ресторан это пока я перед вылетом в инстаграме спросил ребят куда поехать в ростове поесть его лучшее заведение выиграл прямо у всех большим отрывом казачий курин по моему это хутор верно как козащий хутор до курика 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 чем отличается а по акуринь с означает вообще почему вот хата дом это означает да у них как сеть я сайт открыл 4 заведения вот казачий получается курин самый топчик тут вот там река покупаться запрещено на песне очень здание красивое внутри убранского тут куча беседок людей много голодный как я не знаю как нецензурное слово хочется использовать заказал кучу еды из углеводов у меня борщ ну тут есть немножко картофеля ну реально грамм наверное на самом деле 100 не больше вот не вру даже никто меньше буду еще сама на гриле запеченного просто немного рыбы один для кебаб из баранины тоже один чтобы кучу блюд и съедать и я еще заказал а и пельмени заказал по моему да заранее сашки написал сообщение в менюки вот еды много опять же есть не только не завтракал завтрак у меня был дать какой я вам расскажу был батончик протеиновый и 30 грамм арахиса в самолете вот это мой завтрак который был после пробуждения через 6 часов что встал я около 6 уже это все дело съел в самолете в 11 после у нас небольшой отдых дожидаемся адама и уже отправимся тренироваться поэтому мне нужно подкрепиться подозреваю что опять не прямо в пищу нормальных будет сегодня два сейчас обед и уже попозже ужин порция протеина после тренировки за дни нашей командировки я реально очень хорошо подсох можно по синему форму в номере потому что первых я поправляюсь 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 в плане здоровья поправиться поправиться не поправиться поправиться вот я поправляюсь тренировки стали более тяжелыми более интенсивными расход энергии выше плюс ужасно низкая калорийность этих двух дней оба дня в москве ел всего по два раза съемки сами понимаете первый день день съемок прокат шоу просто 12 до 9 мы студии не выходили привезли там пида у него глаза круглые при пиццу привезли понимаете этого зашибись ладно матов не пиццу нельзя было по сути я бы не стал ее есть но и люди знаете они такие очень интересные культуристы когда видят еду они думают что есть другие люди они просто жрут безостановочно и срочно всю пиццу сожрали пока даже шли съемки одного из выпусков по тех кто сидели на съемочной площадке они как бы уже еды то и не увидели вот вот там смели все печенье какие-то палочки хрустящие в зефир в общем очень интересная диета культуристов когда они видят халявный хавчик ой ребят видели банкет после чемпионата россии это тоже отдельная история как все естся так вот ладно еда борщ прям хороший ребятки пьют квас мы тоже капельку себе капну попробовать я буду пить колу без сахара я сказал ребятам чем углеводы выпить я их лучше соем если будет такая возможность но попробую говорят не сладкий прямо кислинки к счету весь сахар перебродил домашний класс про еду вы поняли вкусно не ждем адама лёха посними там красоту и я пока буду кушать но пацаны девчата у нас просто меньше девчат но мы вас тоже ценим и любим очень сильно кстати девчонки можете прямо кинуть писать комментарии вопросом если у вас есть сделаем отдельно для вас на женские темы вот вторая порция пошла еды борщи доел по факту картошка почти не оказалось пельмешки опять раздороги углеводов мясо домашние тоже пятерочка очень вкусно чуть-чуть только посолил мне принесли уже лед в голый без сахара ребята едят курник тоже одобрили а вот мало ли кто проедет в ростов вы сразу знаете что заказывать и где в целом очень большие порции я уже я заказал четыре блюда в принципе я заказал еды на посуде так грубо говоря минимум минимум на двоих максимум на четверых на себя одного но думаю что саня сейчас он уже заказал зараненном еду я с такси написал по меню посмотрел список официант говорит как человек много видимо кушает кушает бывает пельмешки пятерочка едем дальше горячая шмонгала шмонгала кстати логично так я заказываю уже забыл сом в общем сом овощи на гриле сделан в таком формате даже не на кого назвать как сделано это вкусно я знаю это блюдо забыл название везде маловато соли по сому сом рыба своеобразная обычно обладает небольшим даже привкусом она живет на дне живет со дна все подряд тут его практически нету вот скажем органолептики по консистенции наверно все таки сом не моя рыба я ребят даже угощу по кусочку попробовать вот и ну да я ожидал что рюля кебаб будет грамм типа 100 как обычно бывает а здесь ребят с учетом тарелки то что я пустую здесь примерно 450 грамм мяса еще поэтому я точно норму белочка наберу из количества блюд которые я заказал вы можете сделать вывод что явно у меня в приеме пищи больше 30 грамм белка но если уж быть честным и посчитать все это вместе думаю что порядка 110 грамм поэтому что думает что это не усвоится он не прав по нескольким причинам но он не прав потому что он дебил во вторых этот весь белок поступит не единомоментно постепенно будет перейти процесс пищеварения разные виды белка белая рыба гораздо быстрее усвоится мясо дольше я уже забыл даже что я первое ел что я ел первый борщ а там была говядина так вот поэтому такой прием пищи если ваше ЖКТ готово если вы имеете определенный опыт как любой культурист мы едим периодически довольно таки много ферментативная система также готова вас хватает нет проблем с этим нет проблем с желчью это очень важно потому что если с желчистоком есть какие то вопросы вот такие большие прием пищи прямо точно минимум не для вас любые люди у кого проблемы с желчью должны питаться уже скорее более дробно более часто кстати именно оттуда и пришло питание типа 6-7 раз в день в диетологию пришло именно для людей у кого удален желчный пузырь потому что небольшие прием пищи усваивать не могут но потом врачи заметили что эти люди худеют от того что небольшим приемом пищи потом кто придумал что обмен веществ ускоряется хотя на самом деле не существенно и в целом я считаю что четырех приемов пищи хороших в день достаточно именно твердой пищи я не говорю про протеиновые коктейли обычно я добавляю пью сами знаете 3-4 раза в день зачастую это вот эти дни проучились у меня такие прямо на низах не то что по калорийности я думаю что я с два приема пищи съедал еды достаточно но у меня прям было такое периодическое голодание у меня между приемами пищи получалось часов по 12 два дня подряд уже третий пошел и сегодня опять же ну сейчас такие два часа дня я думаю что мы будем ужинать уже точно не раньше там 9-10 до этого будет шпортеин после тренировки такая вот красота сняли посмотрели пирожок приятного нам аппетита доедаем и двигаем потом уже я хочу на полчаса на массаж поэтому буду смотреть массажный салон но ребята я сейчас похож на черепашку ниндзя у меня на животе вены пресс наружу поел от души на самом деле думал объемся а нет честно мы ехали тут уже бахча ребята прям арбузы на поле растут я бы с таким удовольствием арбузы навернул вы себе не представляете вот я вот думаю что может быть даже себе позволю на самом деле арбузик ну немного но очень хочется прям в поле если честно никогда не ел поэтому надо можно даже по дороге зацепим арбуз маленький в номере его плечо в рейдисоне просто вручную вскроем арбуз будет красиво погнали так везде саша саша саня с деревни прикинь бы чтобы на лифте ехать на лифте ехать карточку приложить надо далеко дали номер по коридору ну из-за того что я типа это ну типа чуть-чуть меня кто-то знает мне в плане этого комплимента сделали бесплатное улучшение номера до люкса у меня будет не обычный номер у меня будет люкс ну вот ну в принципе все симпатичненько в общем топчете тут ботинков вот ребятки буду жить тут буду спать мы по сути в ростове ну так в целом на два дня но на самом деле одна ночь и уже завтра вечером возвращаемся домой потому что специально приехали в пятницу чтобы пообщаться с нашими партнерами сетью магазинов спарта который в ростове теперь основной представитель да и в целом в ростове это основной игрок на рынке спортивного питания очень давно эти люди работают работают успешно у нас очень давние давние знакомства но абсолютно в общем история очень интересная когда-то в общем мы были весьма недружественно другу настроены но не буду скрывать именно благодаря Адаму Абакарову началось наше сотрудничество после того как Адам вступил в компанию генетик он организовал наши поставки спарту и вот мероприятие получается уже мы здесь Адам едет надеюсь завтра гости придут хотя скажу что есть маленький косячок не бывает же без косячка гостей будет точно меньше чем планировалось я очень много людей радовалась писала и последние пару лет мне много писала ребят с Ростова когда же приедут сюда с семинаром но вы не поверите в день нашего семинара завтра именно завтра состоится чемпионат бодибилдингу города Ростов то есть огромное количество спортсменов выступающих их друзей и близких людей максимально увлеченных фитнесом скорее всего будут находиться на чемпионате конечно если больше людей к нам придет я очень сильно задумываюсь о том как организовывать мероприятие по бодибилдингу но в целом я пока подозреваю что конечно же должны люди отправиться на турнир мокрок чоколадрик ааа шоколадный накид какой-то прикиньте какая-то штука выглядит красиво я Лехе отдам мне все нельзя вкуснявку держи вот а я пытаюсь увидеть где-то должен быть капсу кофе тут надо это делать надо знаете как ааа приехали мягенькая правда мягенькая хорошо в общем мы сейчас наверное недолго все отдохнем Адам уже подъезжает встреча назначена на 4 часа а у нас 3 часа но через час надо ехать ребята честно многие думают что я наверное вообще не устаю так нет стол становится многие думают что я не устаю я такой прям весь молодец столько много летаю общаюсь в Москве с два дня у меня было семь встреч очень важных день полный съемок тренировка съемки тренировки ммм по Москве ездить долго перелеты все что я не устаю нет ребят на самом деле я конечно же устаю я стараюсь вида не подавать во первых адекватно к этому относиться но это утомительно это утомительно с этим нужно справляться поэтому я думаю точно никаких у меня там сверх прикольно у кровати пятая ножка есть случайно заметил там снизу пятая ножка по центру кровать устаю отдохнуть хочется но просто возможности нету а раз возможности нету то что переживать когда-нибудь она обязательно появится я последние лет наверное семь лет даже лет восемь последних я себе говорю что вот еще один годик нужно вот прямо знаете вот поднапрячься еще сильнее выстрелить и можно будет чуть-чуть ну даже сбавить обороты но станет полегче то есть уже будет более понакатно идти бизнес уже то есть там будет сформирован еще более серьезный финансовый поток и так далее и с каждым годом уровень растет серьезно растет мне были годы когда масштабирование бизнеса было даже двукратным ну были годы когда там прирастали на двадцать тридцать пять процентов за год что тоже считают достаточно много но легче не становится и становится наоборот общая нагрузка выше знаете как в компьютерных играх ты все круче и круче у тебя уже там и пушка самая здоровенная и доспехи у тебя прямо уже и ты весь такой весь навороченный 99-го левела но и главный босс то уже еще больше здоровее и зубастее то есть с ростом твоего уровня задачи вопросы проблемы которые возникают тоже становится все больше и больше приходится решать поэтому такая вот замкнутый круг и иногда думаешь блин а для чего все это и вроде бы усталость такая и вроде бы уже все прям хорошо и может надо расслабить булки и уже получить от жизни удовольствие ведь чувак как пелось раз мы в Ростове то скажем словами из нетленной песни группы Каста многие из вас наверное не знают прямо это мое детство прямо мое детство да чувак тебе ж уже 30 ты уже лысый ворот лисий три сережки в уши в ухе можете песню забить найти ее потому что я ее конечно произвел сейчас на телефоне найдем туфли как у сарацина с торчащими носами взгляд всегда мимо с испуганными глазами зачем тебе три сережки в ухе ворот лисий дядька тебе ж за полтинник ты ж уже лысый хорошее произведение довольно таки что такая маленькая чашка на глазах и довольно четко описывает то есть думаешь блин уже 30 уже может прям надо пора бы уже на яхте кататься на лыжах там сальпой еще какой нибудь ерундой на пляже валяться с книжкой Василий а ты все бегаешь работаешь кофе норм но кисловат все ребятки следующий кадр мы уже где то находимся ну вводить аж воте в другом месте шагадем в спарту надо что нибудь взять взбодрится Но что взять за бодриться в Спарте? Конечно же, Рэйдж 2.0 от генетика. Ребята, самая главная, самая большая сеть Ростова. Сеть Спарта. Сейчас мы увидим один из крупнейших магазинов. Это центр города. Я чувствую себя здесь просто, как будто я из зоопарка сбежал обезьянами. Все зачем-то смотрят. А когда мы с Адамом выходили с ресторана, две тачки чуть не вошли друг в друга. Там тёлки такие, чуть не выпали. Ладно, это отдельная история. Идём в магаз. Сейчас Саня уже полетел что-то там, чтобы Штырило покупать. Вот сюда, подхалывает какие-то колеса. Друзья, вот наши гости. Спарте. Сейчас мы купим что-нибудь хорошенькое такое и пойдём качаться. Адам. Если кто-то хочет накачаться, у нас Спарта приходит. Тогда у вас есть шанс. Всё равно у вас красивая палитра. Да? Согласен? Мне очень нравится. Нет, ну, на самом деле мы со Спартой знакомы уже много лет. И вели плодотворное сотрудничество. Будем даже говорить так, Спарта мне помогала. Чисто по-братски вначале. Просто по-дружески, как спортсмену. Своими какими-то там продуктами, да. У нас были очень хорошие, тёплые, дружеские отношения. Где-то с 2000, чтобы не соврать, 15-го, может быть, года мы сотрудничали по старым брендам, которые я представлял. Вот. И это было очень плодотворное сотрудничество. Вообще, Спарта, они всегда двумя руками за поддержку спорта. Они очень много делали вклада в развитие фитнеса в Ростовской области. Потом перебрались в Краснодар. Стали продвигать себя в Краснодаре. Вот. Сейчас они опять немножко больше скооперировались в Ростове. Но я думаю, что компания, которая развивается, она всегда пытается завоевывать более обширные территории. Поэтому вполне может быть, что скоро и в Краснодаре будут ещё магазины Спарта. Я буду только этому рад. Потому что за столько лет дружбы и плодотворного сотрудничества я уже этих ребят знаю и могу с уверенностью сказать, что это честный и порядочный предприниматель. Что там вырос? А хотите такие костюмы, как у нас шикарные? Вот сюда кликайте. Тут можно взять костюмы, чтобы быть как ровные. Пацаны, нормально. Там дела, вопросы, работа. Мы приехали в клуб. Какое название? Prime. Не забыл. В общем, ну, нарядно, красиво. Что по Ростову? Кстати, дружба какая? Тут нужны QR-коды. Типа прививку у вас или тест. А маски выдают пинцетом. Вот. Ну, короче, губер-паратрупер. Сам себе придумал. Сам себе решил такую движ устроить. Не знаю, какие работают заведения. Надо покачаться, потом поесть. И вот мы успеем в какой-нибудь хороший рест. Адамчик хочет... На чиле. На чиле. Да, как там надо? Как в ваших тиктоках. В общем, он хочет кальян. Я хочу есть. Качаем сегодня... Адам полноценно спину прорабатывает. У меня спина, грудь. В таком легком режиме, потому что я реально утомленный. Прямо утром буду в отеле делать еще ноги. Такой график. Все, работаем. Я еще сонненький, но дай бог сейчас меня рейдж взбодрит. Я кулер еще. Кулер еще. У вас, у вас, у вас. Максимальный лайф такой, типа, Че, че, че тебя тебя смевает? Кулер. Кстати, наваливай. Наваливай звучит так себе. Я так не люблю эту фразу. Легкая тренировка в условиях командировки. Со словом 3 часа. Корпоративный стиль. Адам, нам будет... Там, нам будет, там, сбросили. Видел, девчонки, даже не так вот. Вечер определен, да? Леон, нам вызов сбросили. Там девочки в одинаковых костюмах. Тоже, как мы садамом. Ты сними. О, хрустой. Нет, сейчас. У меня спинает, что болит реально сложно тренировка. Ребят, очень тяжело. Потому что несколько дней без сна, мышцы очень болят. Конечно, вот смех смехом. И, может, вы не верите, когда мы говорим вам, но сон это настолько важный момент восстановления. Вот я не спал, у меня болит все. Я не понимаю, что я потом высплюсь на буднях на следующей неделе. Какое будет счастье. Сейчас это, ну такое, через боль надо работать. Немножко в долг своего организма, но потом в следующую неделю обязательно надо спать, потому что так, конечно, нельзя. Ну, вывезу, конечно. Я сейчас там отпился, прескрен, выпил, то выпил, и, конечно, сейчас я смогу отработать, но еще я лягу часа через 4, наверное. Вот так вот. Утром вставать. Отель шикарный, там, я уверен, что зал Пушка. Записываться так всегда надо в зал. Чтобы пойти в зал в отель, надо записаться. Потому что там не больше определенного количества людей, может быть, одновременно. Тут какие-то правила. По-моему, один человек на 10 квадратных метров любого помещения. В заведениях, в клубах, где-то еще. Поэтому, ну, запишемся, завтра будут делать ноги. Потому что, опять же, ну. А, зачем так? Не сомневайся. Прошли на девушек. Нет, но умею. Много. Прокомментирую. Прокомментирую. Гениальное, профессиональное решение Адама. И он предложил. А давай, говорит, мы поработаем сегодня в тренажерах. Потому что, если мы будем штанги тягать, тяжелые, то наша ЦНС скажет нам. А это не очень хочется. Потому что моя ЦНС, мне кажется, сделала это уже так лет 5 назад. И добивать ее не стоит. Но тут, тем более, тренажерчики присутствуют. Поэтому прямо. Подтягиваний мне точно хватило. Подтягиваний вот сюда. Потому что, опять, по ощущениям, подтягиваюсь я не мышцами, а костями. То есть, больно. Если мышцы работают, то ощущения не те. Лучше. Мягенько. Умеренным весом. Красиво. Очень крутая штука. Делать приятно, не устаешь. Отхорачайся. Хорошо. Спасибо. Я просто точком пониже, чем Адам. Мне поуже нужно взяться. Адам раз и шире. Первый распяток легко, легко идет, а потом бах и прямо в спину. Согласен? Хорошо, да? Огонь. Да, прямо оно. Причем говорю, так, первые четыре ни о чем. Потом вроде норма, а потом прямо ее сжимает. Удачно. Мне нравится. Бля, станки хорошие. Атмосфера. Станки хорошие. Атмосфера маконовая. Я знаю почему. Друзья, сяди, подсеркни. Пойдем. Не ту местуру водят. Я знаю. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нет, все-таки кошачий корм. Нет, вкусно, вкусно.